Ну что ж, дружочки, всем добрый вечер, я так понимаю, меня видно, видно хорошо, у нас есть отзывы, Олечка, вас тоже видно, надо выключить видео, я попробовала выключать, да, сразу как присоединяйтесь, нужно выключать видео и аудио, чтобы не видели вас все, мы не против, но не всегда мы готовы вечером предстать перед такой большой аудиторией, которая есть у нас, буквально еще пару минуточек, география, я смотрю, у нас большая, широко радует, так, нет звука, ага, так, угу, так, сейчас попробуем. Так, как меня слышно? Как меня слышно? Напишите, пожалуйста, потому что мне показывают, что меня слышно хорошо. Так, хорошо. Слышу советы буквально тем, кто не слышит меня. Коллеги, если вы сможете подсказать тоже, да, кто сейчас пишет, потому что у меня эта платформа, как у администратора, выглядит по одному, у вас, как у участников, выглядит по-другому. Но коллеги спрашивают, где находится этот волшебный значок-микрофон, чтобы у них появился звук. Напишите, пожалуйста, напишите. А я пока вам расскажу, что у нас в Псковской области сейчас морозно опять, морозно. Пишет телефон минус 8, но ощущается прям минус 20, потому что безумно холодный ветер, хочется уже тепла, хочется уже весны. А как у вас? Погода уже радует или все тоже по-прежнему у вас зима? Я смотрю, у нас Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Южноуральск, Казахстан, Волгоград, Тольятти даже есть. Холод, Донецк холод, пишут мне, да, тоже холод. Казань тает, отлично. Солнце и прохладно бывает, а на Алтае уже весна, вау. Все так у нас с вами по-разному, да? Ну что ж, сегодня, так, где-то тут зыкнул мой телефончик. Небольшой мороз и ждем весны, очень хорошо. Так, ну что ж, я потихонечку начинаю. Так. Итак, друзья, начнем мы с вами с того, что вообще у меня сегодня очень много приготовлено, и я надеюсь, что мы в полтора часа с вами впишемся. Если не впишемся, значит, будем чуть-чуть больше работать. Кто устанет смотреть, кто устанет с нами быть, отключайтесь, запись будет, уже запись идет, и все будет хорошо. Тема очень-очень сложная. Вера, вы постоянно у нас мелькаете, Вера. Выключайте видео, да? Тема действительно очень-очень горячая. И я хочу сказать, что вот у меня, раньше я не ощущала этой особенности, понимаете, своих групп. Пока я не начала работать с другими преподавателями, пока я не начала быть тренером и смотреть чужие уроки, я поняла разницу, да? У меня действительно очень говорящие группы. Это так и есть. Говорящие они с самого-самого начала. Есть особая система у меня выведения их, есть особый алгоритм, как выводить их в это говорение. Именно этим сегодня я и хочу с вами поделиться. А вообще мы сегодня с вами разберем, почему наши ученики не говорят, как этому помочь, потому что на каждую причину есть свой solution, соответственно, да? Я поделюсь с вами алгоритмом работы с разными activities на разные скиллы, чтобы каждый из них, чтобы каждый из них выводился в speaking все-таки, да? Чтобы, ведь нам что важно, чтобы они умели communicate, чтобы они умели общаться, а это и есть speaking, соответственно, да? Вот как работать так, чтобы все скиллы, чтобы все activity были направлены на production, на speaking? Для этого мы с вами разберем конкретные примеры на все возрастные группы, конкретные уроки, как бы, да? Разберем, где может таиться типичная ошибка для преподавателя, как ее избежать, как лучше конкретно, вот, практическим примером, как лучше это сделать, да? То есть у нас с вами получится таким образом несколько прям готовых lesson plans, да? С активным speaking. На их основе вы уже будете адаптировать свои учебники, я думаю, что вы уловите тот момент, который я хочу задать. Вера, вы поднимаете руку, так написано у меня уже два раза, пишите, пожалуйста, в чат вопросы. Сразу по ходу, да, пишите в чат, потому что вопросов много было и на ВК, и кому что сейчас непонятно, пишите тоже, пожалуйста, в чат. Так, то есть мы с вами потихонечку выйдем на тот, как бы, эффективный такой lesson planning с упором на выход в speaking. Вот так вот это будет, да? Так, ну что ж, хочу я начать с вами, с того файлика, который я вам выслала сегодня. Кто не успел его посмотреть, то ничего страшного, сейчас мы с вами это рассмотрим вместе. Поскольку презентации сегодня нет, то я хотела бы, чтобы было видно мой экран и чтобы была видна камера. Если в какой-то момент меня не видно, напишите мне, пожалуйста, в чат, да, чтобы я уже как-то это окошечко сделала. На данный момент видно экран и меня. Напишите, пожалуйста, в чат. Так, сейчас должно быть видно экран мой и меня. Замечательно, замечательно видно и меня, и экран, все замечательно, спасибо. Итак, вот смотрите, коллеги, взяла буквально только те уроки, которые у меня были в последние две недели, чисто так, пока не свежи еще в моей памяти, и попросила вас подумать, какой из этих уроков является speaking. Вот первое, это детки, третий класс, мы учим с ними основные глаголы, идем по Family and Friends 1 и подходим потихонечку к глаголам, к основным глаголам sleep, write, cook, да, то есть вот это был teaching vocabulary, эти были картиночки для того, чтобы учить словарь с ними. Это первый урок. Второй урок – reading. Reading идет достаточно уже сложно, это Family and Friends 3, это movers, экзамен movers, да, вот идет как бы сначала мы обучаем их сложным словам, потом они у нас идут в reading, я их так и называю, teaching difficult vocabulary, так что shout, chase, catch, достаточно сложные слова. Вот, и потом у нас идет storytelling, вот к нему рабочая тетрадка, страница из рабочей тетрадки, является ли это speaking. Так, следующий урок – это грамматика must, must not, то же самое с Family and Friends 3. Следующий был отдельным файликом, там было domino, domino workplace, я вас с вами поделюсь сегодня обязательно, где такое домино можно взять, так, domino workplace, и дальше у нас был listening и vocabulary вот такой, вот, in fashion, то есть у нас здесь вот идет описание этих молодых людей, все они звезды, известные звезды футбола, моды, мира кино, известные нашим подросткам, и вот к нему рабочая тетрадка, страница из рабочей тетрадки, как мы видим, здесь тоже у нас есть adjectives такие, вот, и вот это урок для взрослых, intermediate, level intermediate, да, то есть тут мы обучаем shops. Вот к вам теперь такой вопрос, какой из этих уроков является speaking? Да, Любовь Верещагину надо слушаться обязательно, она у нас мастер в зуме, благодаря ей когда-то я тоже и наладила все это дело. Так, предпоследний, пишет Татьяна, урок, то есть там, где мы описываем подростковый урок, где мы описываем одежду. Ага, понятненько, так, еще какие есть идеи? Что же из этих уроков является speaking? Чем активнее вы сегодня будете, друзья, тем storytelling, так, storytelling, там был reading, как бы даже я бы сказала, да, story reading, не совсем, может, это storytelling, но его можно превратить, конечно, в storytelling. Так. Чем активнее вы сегодня будете, тем больше вы сможете познать, да, тем больше вы сможете познать. Вот у Нелли есть идея, что первый урок, то есть вот сейчас, который открыт у меня по картиночкам, да. Так, хорошо. Я скажу вам сразу, все эти уроки имеются в speaking, правильно Марина мне пишет, да, каждый можно, действительно, и Татьяна тоже это отметила, все эти уроки у меня были на speaking, то есть все они, в конце концов, имели очень-очень обширный выход на speaking. Первая причина, по которой ученики не говорят, это первая, когда они не уверены. They are not certain. Они не уверены, они боятся, потому что сомневаются. Вторая причинка скрывается в том, что они не понимают вопроса. То есть иногда мы задаем очень такой общий вопрос, например, там, tell me about yourself. И человек молчит не потому, что он не знает английского языка, а потому что ему сложно сформулировать это, возможно, даже и по-русски, понимаете, то есть не конкретно поставлен вопрос. Если бы вы ему сказали, tell me about your family, tell me about your work, do you like it, where do you live, то есть какой-то более конкретный вопрос, это поможет ему раскрыться и поможет ответить правильно на вопрос. Третья причина очень частая, да, у них нет достаточно словарного запаса для того, чтобы ответить. Так вот, на эти три причины, повторю еще разочек, да, то есть они не уверены, они стесняются, боятся ошибиться, потому что не уверены, они не совсем понимают вопрос, не могут сформулировать поэтому свой ответ, либо же у них недостаточно лексики. Так вот, на все эти три проблемы solution один. Им нужно дать достаточно support, достаточно support, plenty of support, я бы такой сказал, но с другой стороны нужно keep balance такой, keep balance between support and autonomous learning. Вот немножечко надо это балансировать, да. То есть с самого начала вы даете весь teaching support, который только может быть. А потом потихонечку отходите, 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 и learners спикают уже самостоятельно. Вот как все это делать, я сейчас вам конкретно на каждом из этих уроков буду рассказывать и показывать. Значит, во-первых, когда люди приходят к вам, неважно какой возраст, вообще неважно какой возраст, вы только начинаете урок. Представьте себе, откуда они пришли. Пришли со школы, пришли с работы, пришли просто с улицы, пришли из дому. Все на русском. Никакого вот этого switching не случилось пока, никакого переключения. Поэтому в начале урока требовать от них какого-то там даже маленького монолога, там два-три предложения сказать, было бы жестоко. Для начала, в самом начале урока вы можете задавать такие вопросы, которые прогнозируют собой ответ, ну, парой слов. Тот же, how are you, how about your day, was it good? Не ждите, что они вам сейчас начнут рассказывать ваш день. Ну, хотя бы что-то, да? То есть в самом начале, как только они пришли, они еще холодные, они пришли из русского мира, у них в голове пока только русский язык. Им нужно помочь перестроиться, да? Не ждите, что в самом начале урока они вам сразу будут говорить все на английском языке длинными фразами. Затем потихонечку двигайте их к sentences. What did you like today? At school, там, допустим. Or what was good at school today? Если это детки, допустим. То есть потихонечку, так в середине урока это может быть. И уже во второй половине урока они готовы, будут у вас говорить short monologue такой, да? Вот это первый совет. То есть сразу все-таки нужен нам warm-up, нужно там предложение, и только потом уже будем мы это с вами двигать. Дальше. Почему у меня еще говорящие группы, они прям вот научены работать, они уже знают, что делать, они видят задания, и они уже знают, что мисс Ольга, они меня называют, да? Что мисс Ольга будет в конце требовать. Поэтому у них сразу же мозги включаются, и они начинают говорить еще задолго до того, как я им объясняю задание. Вот вам надо, чтобы ваши студенты тоже были научены всем этим алгоритмам, которые выводят их в спикинг. Но прежде всего вам надо научиться этому, вам надо научиться этим алгоритмам, если они вам понравятся, то, что я сегодня вам предложу. И следить надо будет потом за собой. Действительно ты ли используешь этот алгоритм? Все это надо взять просто будет за правило, за золотое правило, что все, абсолютно все, что вы делаете на уроке, будь это vocabulary, будь это grammar, будь это listening, что бы это ни было, должно заканчиваться speaking. Обычно преподаватели не дожимают вот эту вот часть, да? Вот вписали заданечко там в grammar, must, must not, все, пошли дальше, и все. А у детей потом в итоге не было никакой free practice, даже freer practice не было, и у них нет связи вообще между реальной жизнью и English lesson, абсолютно. Поэтому то, о чем мы сегодня с вами будем говорить, вот это дожатие, надо дожать, чтобы был этот speaking, да? На это надо обратить особое внимание. Ну вот, например, да, идет у нас welcome song, hello song. Ну вот, что вы вот с young learners используете как warm-up song, welcome song, hello song. Какие песенки у вас есть? Напишите, пожалуйста. Так. Угу. Отлично, вижу. Так. Ну, в основном, в основном, как бы, в принципе, у вас похожи, вот, как у меня, песенки, да, очень похожи. Смотрите, если у нас hello song, да, допустим, ну вот. Good morning, good morning, good morning, how are you? I'm glad, I'm glad, I'm glad to see you. Допустим, была такая песенка, да, мы ее пропели, детки всполошились, все хорошо, дети проснулись. И вот здесь самое главное начинается после того, как закончилась песня. Вы их не сажаете до тех пор, пока они не ответят на вопрос how are you и не позадают его друг другу. Прежде чем я их посажу, детей, я спрашиваю у первого ребенка, how are you, Сонюшка? И жду ответа, I'm happy. Потом она спрашивает у соседа, how are you, Петя? Тот говорит, I'm sad. Мы такие, ой-ой-ой, там, пожурили его, да. Дальше идет, Петя спрашивает у следующего, how are you? И тот отвечает свое слово. Как правило, они не любят говорить одно и то же, они все пытаются выделиться какими-то другими словами и так далее, да. Или, например, вот у меня тоже одна из любимых песенок. Так, good morning, good afternoon, good evening, good night, там, допустим, да, хорошая, welcome, сон, такая очень приветливая. То же самое, я не посажу детей, пока не спрошу у них, по-русски спрошу, что мы сейчас лучше всего должны сказать? Good morning, good afternoon или good evening. Они мне скажут, good afternoon, I say, yes, very good, good afternoon, students, and sit down. То есть обязательно даже вот эту первую песенку нам нужно дожать. Вот Инна пишет, да, зависит, то есть песенка начальная зависит от того, какую тему проходим. Да, замечательно, она может быть любая. Я люблю из family and friends собрать, как бы, да, что мы учили, допустим, на прошлом уроке. Это может быть days of the week. Если это days of the week, я, опять же, их не посажу, пока не спрошу what day is it today, окей? Или не поиграю с ними в игру. У меня есть замечательный мячик наш любимый, да? Я бросаю мячик, говорю им Tuesday, они должны сказать не в следующий день, Wednesday и так далее, да? То есть обязательно дожимайте warm-up песенку. У подростков и у взрослых у нас, к сожалению, таких песенок нет на начало урока. И вообще с ними не так все проходит, конечно, к сожалению, активно, весело и ярко. Да, поэтому, что им можно сделать в начале урока, да? Это может быть пощелкать картинки, которые вы вот учили с ними лексику на прошлом уроке. Вот начнутся как раз-таки первая стадия, как я вам говорила, слова, отдельные слова. Не предложения их просить строить, да? А это будут какие-то отдельные слова. Это может быть, вот я часто люблю, если у меня учебник при ПЭА, там у нас есть для дискуссии вопросы, discussion questions. Я их никогда не беру в тот урок, да? Я их беру на следующий урок в качестве warm-up как раз-таки, да? Чтобы они вспомнили, это отличные задания. Мои дети готовы с самого начала вот бы один уже говорить предложениями. Вот, что еще хочу с вами поделиться сейчас? Открою. Так, сейчас открою еще один файлик и поделюсь. Так. Загружается. Секундочку, внимание. Вот, например, да? Это вот прямо я взяла ППТ с урока, со своего. Вот. Отличная игра для взрослых, для подростков, да? Для начала вам нужно бы, конечно, правило объяснить им по-русски. Ничего страшного, если это довольно-таки слабый уровень. Ну, или показать им просто пример, да, модель урока. Значит, вы выбираете что-то и говорите, почему вы это выбрали. Например, I choose a sofa because now I'm feeling really tired and I need something like that. Женщины говорят там, допустим, I choose a red car because I have got a car and it's red. Что угодно это может быть, да? То есть вот такого плана задания. Так, ничего не видно. Сейчас. Сейчас еще разочек попробуем. Хорошо. Так. Так, видно ли сейчас? Угу. Видно ли сейчас? Хорошо. Окей. Thank you. Так, вы мне сразу сигнализируете. Да, сразу сигнализируете. Итак, еще разочек, да? То есть правило такое. Они выбирают картиночку и говорят, почему. I choose a computer or I choose a laptop because this morning I worked on it a lot. Да, Данил, запись вебинара будет. Окей? И так далее. Очень простая, элементарная игра. Никаких preparation не нужно. Особых, да, там, картиночки подготовили, причем обо всяком, о разном, да? Вот что тоже я люблю использовать на уроках, да? Вот смотрите. Я раздаю взрослым там, да, из баскет, приготовлю им разные вещи. Тут вот у меня есть сегодня rabbit, flowers, toy, pencil, a bag of tea. И спрашиваю их, what are you going to do with this? Они вытягивают, что им попадется. Лучше, чтобы это было, конечно, в темном мешке. Это все всегда забавно, смешно проходит, но это уже провоцирует и позитивную атмосферу, и speaking, да? I am going to drink tea, or I am going to make some tea. I am going to draw, or I am going to write a test. I am going to give it to my teacher. Все что угодно может быть. I am going to hug it. И так далее, да? То есть вот такие как бы элементарные warm-up из ничего всегда очень помогают в развитии элементарного speaking. Они все-таки очень такие real-life предметы, поэтому им очень легко воспользоваться, и они очень хорошо работают. Так, дальше. С чего же начинается speaking у young learners? Мы уже говорили с вами про welcome songs, да? А теперь подумайте про classroom language. Во-первых, teacher, если не говорит по-английски со своими студентами, students никогда не будут это говорить. Поверьте, я знаю, о чем я говорю, да? Много очень людей, учителей, которых я видела, жалуются на то, что студенты не говорят по-английски. Я говорю, а ты себя слышала? Ты очень мало говоришь по-английски. Вот здесь как бы, кто не очень уверенно себя чувствует в каких-то таких словах, да? Вот, например, у family and friends в teacher's book прям дан classroom language, который ты должен знать вот для конкретного уровня, да? Либо курс есть у Оксфорда замечательный, и книга отдельная, и курс есть отдельный, недорого, там 20 с чем-то фунтов стоит, да? Так и называется English for teachers или English for the teachers. Вот как-то так, да? Отличный ресурс, ребята. Вот можно взять, купить, скачать, выучить раз и навсегда. Но ты будешь уверен, что ты правильно это все доносишь. Я своих малявочек, как я их называю, прошу все время listen and repeat. Как только они меня слышат, они уже знают, что у нас будет. Listen and point, listen and repeat. И я у них спрашиваю сначала по-русски. Это показывают книжку, допустим, да? Ну, пусть будет вот это. Попустим, да? Listen and repeat. И я им показываю. Listen and repeat. Что мы сейчас делаем? Они мне говорят, слушаем. Я говорю, no, listen and repeat. Что мы делаем? И они тогда уже мне говорят по-английски. Listen and repeat. Когда вы вырабатываете у себя эту технику, вы не заметите, как через два месяца у вас все дети, абсолютно урок будет идти на английском языке, благодаря этому classroom language, который вы поставили с ними в самом начале. Но нужно следить за собой. Я прошу их уже через пару месяцев read the instructions. И они читают задания. Я помогаю, я исправляю. Вот, допустим, там write. Я им подсказываю. Write. Окей? То есть вот все-таки classroom language тоже на него нужно очень обращать внимание, чтобы наши студенты спикали. Дальше. Очень важный момент. Такие песенки у нас есть для Young Learners. Прямо вот, я бы сказала, провоцирующие песенки есть. Сейчас я вам поставлю одну из них, и вы сразу поймете, о чем я говорю, почему они провоцирующие. Так. Сейчас. Я тут колдую сразу. Нет, не потому что форум поет. Я тут колдую, чтобы демонстрация была. Так. Видно ли вам сейчас видео? Видно ли видео? Видно ли? I see something blue, 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 blue. I see something blue, find something blue. Итак, почему я называю его провоцирующим? Я уже не помню, в какой момент я начала это делать. Повторение, да. Что я делаю? Я видео не показываю деткам, я его играю как аудио, это я вам, чтобы просто было повеселей. Мы заранее, мы заранее, мы заранее с ними заготавливаем objects четырех цветов, потому что в этой песне всего четыре цвета, да. То есть мы берем все, что blue у нас есть, выкладываем это в коридоре, потому что у меня классы маленькие, мы играем в коридоре, у нас есть холл такой большой, да. Мы это выкладываем, и мы с ними поем вот это вот, как бы, да, но они подпевают, потому что это самое-самое начало, самое-самое, вот первый месяц обучения буквально для маленьких, да. И мы с ними пытаемся подпевать, да. Blue. Я показываю карточку, в этот момент у меня карточка, flash card, да. blue, I see something blue, blue, I see something blue, 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 и мы с ними договорились. Как только я хлопну и скажу find something blue, они бегают мне по колу и тыкают и называют цвет. То есть они бегают сейчас, показывают point на blue objects и называют blue, 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 blue. Это вот такая вот суматоха, все бегают туда-сюда обратно, я должна всех услышать, blue, 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 и тут такой момент, пройдешь опять. Вот тут они бегают, blue, 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 blue. Потом мы собираемся в кружочек опять, clap. И тут следующий цвет, пойдет следующая карточка. Yellow. I see something yellow, yellow. И тут они опять побежали. И только поехали уже. И начнется сейчас спокойный прозрач. Мы возвращаемся. И опять пошли. То есть их надо успокоить. А вот такая провоцирующая песенка. Попробуй-ка ты не побегать. И попробуй-ка ты не поназывать. Так не получается. Все замечательно играют всегда и участвуют. Вот такие надо искать песни, которые действительно заставят их называть. Это самое начало. Видите, тут отдельное слово они называют. Дальше вот такой хочу вам мультик показать еще тоже. Который безумно-безумно провоцирует спикинг. Показываю вам для того, чтобы вы умели выбирать качественный контент. Качественный дополнительный материал. Так. Видно ли вам экран? Видишь, что он говорит? И мы с ребятами повторяем. И мы с ребятами повторяем. И вот мы все. Вот буквально он настолько заразителен. И если вы еще будете вместе с ними все это повторять и говорить, то они не смогут помолчать. Поверьте, все, абсолютно все будут за ним повторять, потому что он настолько заразителен. Мультик очень яркий, качественный, произношение идеальное. Поэтому, конечно, вот это очень способствует вырабатыванию спикинг. Да? Так. Все знают, конечно, что это Wow English TV и отличный Стив. И этот дяденька у него на кучу лексики. Есть различные моменты. И все они как один он просит их за ним повторять. Потом через два месяца вы можете вообще его ставить и уходить. И будьте уверены, они будут внимательно сидеть, смотреть и повторять, потому что они уже знают команду Say. Вот. Так. Вот вы... Еще раз повторю, да? Нужно выбирать такие ресурсы, которые заставляют что-то выкрикнуть, сказать и повторить. Так. Ну, а теперь давайте конкретно перейдем уже по тем скиллам различным, да? И lesson plan. И покажу вам, как дожимать все-таки до спикинга. Так. Сейчас поставим новую демонстрацию. Видно ли сейчас моя страничка? Напишите мне, пожалуйста. Так. Хорошо. Отлично. Так. Ну что ж. Еще разочек, да? Повторюсь так. У кого-то есть аудио здесь, ребята? У кого-то включено аудио? Отключитесь, пожалуйста. Так. У кого аудио слышно, ребят, вы мешаете звуком, да? Посмотрите, у кого есть аудио. Включенное, выключитесь. Так. Еще разочек. Мы уже с вами говорили о том, что одной из причин неговорения является невладение лексикой. Очень плохо помнят слова. Это говорит о том, что когда вы давали новые vocabulary, у вас не было стадии drilling'а, и у вас не было стадии заучивания. Это самая распространенная ошибка учителей. Мы используем approach PPP, допустим, да? Present, practice, produce. А где же стадия drilling? А где же стадия memorizing? Вот смотрите, допустим, у меня было вот так вот, да? Словарик заранее я дала детям, verbs отдельно и rooms отдельно. До этого урока, соответственно, да? А вот на этом конкретном уроке, о котором я сейчас вам расскажу, я совмещала эти два понятия в одну хорошую смысловую структуру. Мне надо их сегодня вывести в speaking. Какой speaking? Мне надо их вывести. В какой комнате они что делают? Да? То есть подготовительные этапы я вам уже сказала. Теперь мы смотрим, что, в какой комнате мы делаем. Так. Да, это пример первый. Да, это пример первый. Сейчас я пытаюсь открыть доску. Так. Не хочет открываться у меня доска. Не хочет открываться у меня доска. Так. Не хочет открываться доска. Хорошо. Сейчас мы симпровизируем. Значит, так. Вот смотрите. Итак, сегодня еще разочек повторюсь, да? Значит, мы выводим их в структуру. Я хочу от них, что в какой комнате мы делаем. Для начала мы повторяем rooms. Rooms мы повторяем с помощью вот этого видео, которое только что вам демонстрировало. Тут you can be sure, что они будут у вас разговаривать, и они вспомнят все комнатки очень хорошо. Дальше мы повторили main verbs с помощью картинок. Вот эти же картинки, ну и еще к ним, конечно, несколько таких же, да? Sleep, write, cook, watch TV. Мы с ними повторили, пощелкали. И пока они смотрели у меня мультик, я быстренько на доске пишу следующее. Вот у меня один столбик, вот такой столбик. Так, меня видно, я себя уже не вижу. Вы меня видите? Да. Все? Теперь все есть, все хорошо? Угу. То есть я пишу им вот такой столбичек, пока они смотрят, вот этих глаголов, которые они уже у меня знают заранее, да? И рядышком я пишу столбик комнат. Я пишу living room, то есть здесь у меня написано living room, kitchen, bathroom, bedroom, окей? Теперь я беру другой цвет фломастера и показываю им модельку. Я пишу I по серединочке и пишу in the, вот так, буквально вот так. Все очень просто, все очень просто, да? И мы только что с ними щелкали картиночки. Так, сейчас я вам покажу эти же картиночки. Чтобы наглядно показать, техника, да, немножечко тормозит, поэтому, пожалуйста, терпение, терпение, терпение. Так. Угу. Вот так. Сейчас у вас должна быть картиночка. Watch TV. Есть картиночка такая, все нормально? Нет картиночки. Угу. Есть картиночка сейчас? Да, замечательно. Так. Нет звука? У меня показывает, что звук есть. Есть звук. Все, спасибо. Так, я продолжаю, да? Значит, и я показываю вот так им. I. Дальше я показываю на картиночку. Watch TV. In the. И дети продолжают. Living room. Да? Дальше я щелкаю картиночку. И мы вместе с ними пару примеров делаем, да? Я постоянно работаю руками, я показываю им, как и что это сделали мы, да? Read a book in the. Пам-пам-пам. Да? И таким образом мы с ними соединяем, да? Сначала я это все прорабатываю с ними вот здесь. То есть мы вот прям так идем. I cook in the kitchen. I watch TV in the living room. Да? И все вот так вы с ними прорабатываете. Дальше, после этого я прошу их по этим же примерам, то есть все, что мы уже группой проговорили, по одному человеку. Каждый человек, мы по кругу так работаем с этими, да? Каждый человек называет одно предложение. То есть первый там Петя говорит I cook in the kitchen. Наташа говорит I write in the bedroom и так далее. То есть все, что мы говорили группой, они дальше проговаривают по одному. Это очень важно, потому что был полный support teachers, да? Teachers support был полный. Я с ними вместе говорила. Теперь я потихонечку отхожу, чтобы был autonomous learning. Без этого они никогда не заговорят самостоятельно. Вот. После этого, когда я уже уверена, что они все запомнили, я их прошу, please, 3-5 предложений составьте и запишите. Вы тут должны понимать, какой это уровень. Это уровень family and friends 1. То есть это ребята 9 лет, грубо говоря, да? 8-9 лет. Третий класс в основном, да? Вот это мы уже с ними полгода работаем. Поэтому они уже в состоянии записать предложение. Тем более, что все дано на доске. Они должны просто это все соединить и записать. Почему я говорю от 3 до 5? Вы понимаете, что все классы у нас mixability. Кому-то 3 будет хорошо предложение, а кто-то и 5, и 6 успеет записать. Каждый работает в своей скорости. Зачем это нужно? Это нужно обязательно, чтобы потом... То есть это такое, с одной стороны, у нас consolidation, да? Мы отрабатываем. А с другой стороны, чтобы на следующий урок, когда они забудут эту фразу, им можно было куда подсмотреть. После этого я гоняю... То есть мы закрываем книжки, тетрадки. Мы закрываем... Я стираю все с доски и гоняю вот эти вот картинки, которые у вас сейчас есть, да? То есть я вот это все стираю, стираю глаголы, стираю rooms, оставляю только I, 3 точки, in there, 3 точки. Все. И теперь щелкаю картиночки, и они уже по картиночкам... На доске они видят I, на картинке они говорят read a book, на доске они видят in there, и комнату должны по памяти продолжить. Опять же, то же самое, да? I play computer games in the bedroom. Поверьте мне, тогда они уже будут в состоянии самостоятельно строить эти фразы. Потом я уберу эти картинки и оставлю картиночки комнат, наоборот. Для чего это нужно? Опять, я снова прорабатываю одну и ту же структуру, но теперь я ее прорабатываю с комнатами. То есть они видят картиночку living room. Вспоминают, что они там делают. I watch TV in the living room. Следующая картиночка. Kitchen. I cook in the kitchen. И так далее, да? Это очень важно. Что структура у вас одна, структура-то самое главное, это очень распространено, это уже не шуточки, а present simple, да? I watch TV in the living room. Структура одна. А проработали мы ее с вами разными способами. Сначала у нас были написаны слова, потом у нас были картинки, да? То есть мы их еще записали в тетрадь. Потом у нас с вами будут картиночки, да? Сначала картиночки там main verbs, потом картиночки rooms. Таким образом вы разносторонне это все проработали, и поверьте, они это уже не забудут очень долгое время. Хороший вопрос от Марины. Сколько времени на эти все этапы уходит? У меня на вот этот урок, о котором я вам сейчас рассказываю, вот с этого, начиная с этого этапа, и до конца вот тех картинок, да, отрабатывания с картинками ушло 15 минут. Ну, с low-level group 20 минут это может уйти. Вот так вот, да? Но мы основательно это все с ними проговорили. Это действительно разносторонняя проработка. Learners-то у нас с вами разные. Visual, kinesthetic, auditory, и всякие-всякие разные, правильно? И поэтому, когда вы всесторонне проработаете, be sure, что у всех отложится это, обязательно отложится, да? А вот на следующий урок, знаете, что я с ними делала уже, да? Я на доске писала... Вот. Секундочку. Раз у меня не хочет здесь открываться доска, будет импровизированная. Я писала следующую фразу на доске. Это следующий урок у нас, да? Where do you... Бла-бла-бла, where они уже знают у меня, да? Все question words, вы у меня можете в группе посмотреть, как я преподаю question words. Со второго месяца они все question words у меня знают. Where do you... И опять показываю картинку watch TV. Заучивается новая структура. Одна структура в день. Одна структура на урок. И они вспоминают I watch TV in the living room. Понимаете? И это уже логично выстраивается. Вот это называется content learning или content teaching. Когда вы по порядочку все тихонечко выстраиваете. Дали rooms, дали verbs, соединили. I watch TV in the living room. На следующий урок. Where do you watch TV? И, конечно, они спрашивают друг друга. Сразу пошел диалог? Сразу. Наташа спрашивает соседа. Where do you... Это на английском читает. Where do you... И картинку видит watch TV. Он вспоминает. I watch TV in the living room, допустим. И так далее. Теперь тот, кого она спрашивала, сосед спрашивает следующего ребенка. Where do you... Я щелкаю другую картинку. Там listen to music получается. Выстраивание вот таких вот content teaching lessons очень помогает в выводении в speaking. Не можем мы дать им вопрос до того, как мы не дали им ответ. Понимаете? Не научили их отвечать. Так. С какого момента меня не слышно? Звук есть. Все хорошо, да? Звук есть. Напишите, пожалуйста, звук есть. Звук есть. Так, хорошо. Продолжаем. Следующий. Вот, смотрите. Следующий у нас идет с вами reading. Так, появилась у вас картиночка. Урок 2 разбираем. Урок reading. Есть картинка? Скажите, есть ли у вас картинка? Видно ли картинку? Видно ли урок? Так. Нет ответов и не пойму, что мне показывать еще разочек. Или все видно, или не видно. Напишите, пожалуйста, видно ли сейчас урок. Вы должны видеть example 2 reading lesson with pre-teaching difficult verbs. Видно ли этот слайд сейчас у меня? Так, ну, я надеюсь, что все хорошо, что меня видно, слышно, потому что чата нет. Чата нет почему-то. У меня чата нет. Если что-то не так, напишите мне, пожалуйста, ВКонтакте, если вдруг что не так у меня. Дорогие мои, напишите мне, есть ли у нас демонстрация, все ли у нас хорошо. Так, давайте сделаем так. Все, видно, все слышно, замечательно. Все, вот теперь я, наконец-то, вас нашла. Так, поехали. Все видно. Итак, прошу прощения, что за такую паузу так получилось у нас с вами. Цель этого урока. Значит, это Family and Friends 3. Вот такой учебничий. Family and Friends 3 предполагает собой довольно-таки серьезный уровень A1. И дети сдают уже вторую ступеньку международных кембриджских экзаменов. Сдают Moors. Поэтому они достаточно уже продвинутые, как я считаю. Это приблизительно третий, а может быть, даже и четвертый год обучения детей. Так, цель была следующая. Цель была дать difficult vocabulary, дать вот эти вот слова и вывести это все в речь. Что для этого было сделано? Ну, первым. Я сделала, конечно, listen, point and repeat. Зачем я буду проотносить из 17 замечательные носители языка на аудио? Мы все это с ними сделали. Второе. Мы закрыли слова. То есть закрыли вот так вот, взяли и закрыли. Сейчас покажу. Cover. Мои дети знают, что это такое. Вот так вот. Cover. Дальше мы все с ними проговорили несколько раз, продриллили, так сказать, да? Вот. И потом я вывела сразу это в Present Continuous. Потому что я знаю, что для этого уровня они должны уметь описывать картинки в Present Continuous. То есть мы говорили, he's shouting. Это мало для movers. Поэтому мы говорили, he's shouting loudly. She's chasing. Тоже мало. Надо бы сказать, she's chasing a rabbit. She's catching. Тоже мало. Надо, she's catching a ball. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть это происходит expanding такой. То, что дано в учебнике, это target vocabulary. Это минимум. Минимум, который мы должны знать. Совсем минимум, да? От вас, от учителя зависит, насколько вы сможете их научить все это вытягивать в большие фразы. Даже she's chasing меня не устраивает. Меня устраивает. She's chasing a rabbit. He's meeting. Черт и шум. Для меня. He's meeting with his friends. Не бойтесь давать им немножечко сложные, как вам кажется, структуры. Если они их от вас слышать не будут, как же они им научатся, да? То есть третьим этапом у меня был description такой Present Continuous. Дальше мы пошли с ними на workbook и выполнили вот этот небольшой кроссворд, да? Зачем нам нужен был кроссворд? Вот мы его, конечно, выполнили. Так. Сейчас я вам покажу в книге, просто это удобнее будет сразу. Так. Вот смотрите, да? То есть мы его написали. Ну, если они его написали, они его тут же и забыли. Поэтому мы его вот так вот закрываем и начинаем дривить. Я говорю картиночку, number там, five. Они мне говорят meet, one, chase и так далее. Потом то же самое. Начинается у нас теперь memorizing stage. Что это такое? Студенты друг другу называют цифры, да? То есть у одного открыт кроссворд, и он называет там one и может подсматривать. А второй ему по памяти с закрытым кроссвордом вот так вот называют картиночки. А потом мы, конечно, поменялись. Вот этот этап очень важен. Этап memorizing. Как же они мне в конце сделают большой и толстый спикинг, который я хочу с этими сложными словами, если я их не задрилила и не выучили, не было стадии memorizing этого. Конечно же, они будут себя чувствовать очень неуверенно. И потом еще разочек, естественно, когда они все продриллили, я их попросила, эти картиночки мне в Present Continuous описать, потому что они немножечко отличаются от того, что у нас было в класс book. Дальше у нас пошел story. Story достаточно сложный, но интересный. Gingerbread Man. История очень похожа на колобка, прям вот один в один. Другая культура, поэтому, конечно же, это очень-очень интересно и всегда очень хорошо идет. Вот, мы почитали его сначала listen and read. У них было listen and follow, да, то есть они у меня приучены пальчиком это делать. Зачем это нужно? Затем, чтобы они услышали правильный язык. Без этого спикинга не будет. Второе. Когда они все закончили, улыбнулись, посмеялись, все все поняли. Дальше. Listen, pose and repeat. После каждой фразы я останавливаю аудио, и все дети повторяют хором у меня, да? Так. Дальше. Это нужно для чего? Теперь они послушали и пытаются воспроизвести. Pronunciation. I pay attention to intonation. Вот здесь мне это уже важно, чтобы это было run, run, run if you can. Да, то есть такая вот натуральная интонация должна быть, да? А потом уже следующим этапом, третьим в этой истории у меня будет role playing. Role playing будет на троих. Narrator, gingerbread и fox. Зачем это нужно? Интонация. И лишний раз они гоняют эти структуры, гоняют этот текст и так далее, да? Дальше здесь два ерундовых задания. Ерундовые, потому что они очень легкие, я имею в виду, я не имею в виду, что они не важны. Они важны, но они развивают reading skills. Четвертое. True, false. И мы возвращаемся в workbook, выполняем по порядку. Они должны расставить по порядку историю, да? Сделали мы это все, но это было развитие, конечно же, reading skills, не speaking skills. И, казалось бы, все, наверное, для вас, да? Для вас это все, а для меня самое основное только начинается. Если вы закончите на этом, вы их не дожали, вы с ними не поспикали. А что значит, что вы с ними поспикали? Вот, что это значит. Я меняю сейчас слайд, и вы должны увидеть историю. Видно ли ее мне? Вам, то есть, sorry, видно ли ее вам? Так, видно ли историю? Да, историю видно. Хорошо. Как вы видите, здесь пропущены как раз-таки, да? Пропущены как раз-таки вот эти вот слова, которые мы с ними учили. И они по очереди, вот так по кругу у меня, вы уже поняли, что я люблю отрабатывать это все по кругу, чтобы все дети работали одновременно, читают по одному предложению, вставляя те слова, которые у них были. Makes, love, chase и так далее. Когда я делала, у меня достаточно сильная группа это, да? FF3, ну, Family and Friends 3, да? Но, тем не менее, boys не справились. Girls справились, boys не справились. Что я тогда сделала? Я говорю, это даже лучше для меня, подумала я про себя внутри, да? Почему? Я девочек приставила к мальчикам, и девочки их учили, контролировали, обучали, то есть еще закрепляя тем самым, вы же понимаете, да? А и мальчики, в конце концов, все освоили у меня. И девочки закрепили, и мальчики освоили. Вот это называется дожатие, дожимание, да? И вот это будет выход в speaking. Они вспоминают эти структуры. Не думайте, что это только reading, далеко нет, да? Это же самый способ, blank out, такой вы можете использовать, когда у вас идет с подростками и со взрослыми серьезный уровень use of English. Когда им нужно вставить какое-то слово, вы помните там, да? Допустим, of, some, any, ну, такие вот слова им нужно вставлять, да? Вот они вставили, они в воркбук это задание сделали, закрыли и забыли. Нет. Они знают, что мисс Ольга дюжепротивная, вредная женщина, она им выводит это все на экран на большой и заставляет по памяти это все проговаривать, и не один раз, пока не будет идеально. Это было дожатие, понимаете? Это было дожатие. Что касается вот этих blank out, да, вы можете разные слова убирать. Вот здесь у меня была цель проработать вот этот difficult vocabulary, вывести его в речь. Chase, love, cross и так далее, да? А иногда у меня цель другая. Иногда у меня цель отработать use of English даже на этом уровне. Поэтому я убираю is, я выбираю you, я убираю to, да? Я убираю немножечко the, там, допустим, да? Вот вы можете это все вполне с ними делать, да? Так, здесь мы тоже с вами про это поговорили. Надеюсь, вы уже лучше как бы так понимаете, да? Суть дела, что нужно дожимать. Нужно вот всегда знать эту грань, что останавливаться здесь нельзя, нужно еще немножечко дожать. Должна быть всегда во всех ваших заданиях жирная точка. Outcome. Должен быть speaking какой-нибудь, грубо говоря, да? И в зависимости от задания вы уже сами смотрите, что это может быть. Следующим уроком мы с вами рассмотрим пример. Пример вот этот. Следующий урок у нас это lesson 3. Это lesson 3. Must и must. Казалось бы, грамматика. Правильно? Must и must. Грамматика. Как же их здесь вывести в speaking? Вот, как вы видите, у нас здесь идет introduction сначала. Так, сейчас я посмотрю, видно ли меня. Вот так мышку сделаем, да? Вот здесь у нас идет introduction. Так, видно ли вам все? То есть вот здесь у нас идет introduction. Мы представили, что такое must, must not. Вписали упражнение 3, упражнение 4. Все мы вписали, все мы с ними сделали, да? И что делаем дальше? Ну, конечно же, мы закрываем слова. Упражнение 3. Мы закрываем слова сверху и по памяти пытаемся вспомнить, что это такое. You must not take pictures here, допустим, да? Be – это you must put literature in the bean и так далее. То есть мы их сразу выводим уже на этой стадии в speaking, да? Так, дальше, правильно, да, так и делаю. Это единственное, что можно на самом деле и сделать, да, собственно говоря. Дальше. На втором уроке мы переходим к более сложному материалу, вот этому, где написано speaking – look and say. Сначала мы показываем им так, как оно есть, естественно, да? То есть они могут подсматривать и просто вставлять you must, you must not. Прогоним это несколько раз. Вы должны почувствовать, когда остановить support. Остановить support вы почувствуете тогда, когда они слишком легко и быстро начнут все это вам говорить. Если вы один раз проговорили, этого недостаточно. Надо повторить 3, 4, иногда и больше раз, да? Когда вы чувствуете, что все, они уже выучили, отлично. Опять же, закрываем эти слова и начинаем по памяти все это повторять, да? У меня же вот именно по этим картиночкам, да, мы с моими коллегами сделали их вот отдельными. Мы прям вырезали из учебника, да, и отдельно их себе распечатали. То есть потом они все это уже делают с этой же сложнейшей листью, легкой, потому что, извините меня, для 4 класса turn off your mobile phone не так уж и просто это все сказать, да? Тем более в таком предложении. Или с помощью карточек вы это все просите их еще разочек повторять, либо просто закрывать текст, если у вас нет возможности, или вы забыли, допустим, эти карточки у нас, да? Но это еще не финал. Это еще не называется дожали. Это все тренировка. Обязательно должен быть жирный, хороший момент точки, да? Что вот прям вы проверили, что они все это уже хорошенечко у вас знают. Что касается правил, то здесь мы делаем с ними два проекта. Первый проект парный, либо мини-группы, потому что зависит от того, сколько у вас человек. Мы делаем stripes, пишем там zoo, school, library, museum, допустим, да? Держим stripes, они вытягивают их у нас, да? И каждая пара или мини-группа даем им буквально 15 минут написать от трех до шести правил с картиночками желательно, да? Что там можно и что там нельзя делать. И вот они по памяти все это воспроизводят и пишут. Это первый проект. И последним завершающим проектом именно вот на эту тему, допустим, да? Я его очень люблю. Я развешиваю карточки в нашем холле. У меня он один. Вы так уже поняли, что мы там играем все время, да? И детки ходят по очереди и называют правила. А я их снимаю на видео. То есть это мы делаем как бы так вот для родителей такое видео, да? Что наши детки уже умеют отлично называть правила. Вот я вам сейчас маленький кусочек этого покажу. Видео. Сейчас настраиваю все. Есть ли видео? Кстати, это дотя моя, вот это именно. Ну, понятно, да? Вся идея понятна, но смысл в том, что это все-таки видео, это какой-то наш видеоблог и так далее, да? То есть, а для меня это уже подведение результатов, это моя жирная точка в этой теме как-то, да? Ей здесь, кстати, 9 лет всего было. Так, идем дальше. Чтобы не потеряться, у меня тут сегодня много заготовлено заявочек. Так, ну, давайте дальше перейдем уже к teens. У нас теперь будет с вами teens, teens, teens. С teens все гораздо сложнее. С teens все гораздо, гораздо, гораздо хуже. Почему? Они уже закомплексованы, у них есть уже подростковые комплексы свои, правда? Обычно, обычно к нам приводят не суперподростков, обычно к нам приводят слабых подростков, да? Такая категория достаточно слабая, да? Говорю, комплексы подростковые есть, подростковая неуверенность в себе есть, негативный опыт изучения английского есть. Нам приходится действительно изощряться для того, чтобы они получили достаточный support и начали работать, не только спикать, а вообще работать, как бы, да, и думать по-английски, на английском языке. Сегодня я вам хочу поделиться, с вами поделиться одной темой. Jobs, places, она достаточно сложная, но очень важная и для real life skills, как бы, да, и для exams, в любом экзамене всегда это есть. То есть очень действительно нужная тема. Вот сегодня, допустим, у меня цель была вывести их в следующую фразу. Это elementary, это совсем начало, совсем-совсем-совсем начало. Даже не elementary, а beginners, можно сказать тогда. То есть вот первый год обучения, это пятый-шестой класс, ребята. Ну, бывает и девятый, конечно, с нуля. Ну, в принципе, у меня вот этот вот урок рассчитан на пятый-шестой класс, я его проводила на прошлой неделе. Итак, мне сегодня надо их вывести в спикинг. Мне сегодня надо построить с ними фразу, кто работает где. Ну, грубо говоря, да, там, a chef works in a cafe. Или a housewife works in the house. Ну, допустим, такие у меня фразы, как бы, да. Так, что же я с ними делала? Вот, смотрите, для начала мы, конечно же, должны с вами подумать, что было сделано до этого урока, как вы думаете? Вот, предыдущие два урока, да, прежде чем вы их выведите, как бы, в такую тему, безусловно, вам, как бы, нужны какие-то подготовочки к этому, да. Так, конечно, у меня введена отдельно лексика jobs. Тут был контент she is, he is, a, да. И у меня введена отдельно лексика places in the town, или places in the city, да, все это было сделано отдельно. Так, прежде чем мы начнем с ними вводить эту фразу, конечно, я с ними эту лексику повторила. Как я повторила, она у меня сделана отдельными презентациями, да. Сейчас я попробую очень быстренько их открыть, чтобы показать, что такое отдельные презентации. Потому что выводить я сегодня буду их, допустим, в эту фразу, через игру, через домино. Но чтобы его вывести, чтобы у меня действительно получился хороший настоящий спикинг, какой меня устроит, для этого придется поработать. и на этом уроке, и до этого урока, конечно же, да. Так. Из файлика, да, видно ли сейчас вам мою презентацию? Teacher должен быть нарисован. Нет. Нет. Видно ли teacher? Хорошо. То есть, для начала, если вы видели домино, то мы буквально из него вот брали те же самые картинки, чтобы детям было более узнаваемо все это, да, чтобы поспикать. Сначала мы повторили отдельно jobs. Ну, здесь все как бы так элементарно, да. Jobs, они, и самопроверка у меня здесь была, потому что они назвали слово, потом еще у вас следующий слайд они проверяли. Вот у нас был и magician, допустим, да. То есть, сначала мы все проработали этим. Точно такая же отдельная презентация сделана по places, то есть мы отдельно повторили jobs, отдельно повторили places, да. И потом уже у нас была презентация jobs and places. Выглядит это вот таким образом. Сейчас я вам покажу. Вот. Так. Видно ли вам сейчас? Тут должна быть nurse и hospital. Так, появилось. Отлично. То есть, теперь я дальше уже щелкаю, да. A nurse works in the hospital. Следующая картиночка пошла. A teacher works, пусть они говорят in the school, at school, это не важно сегодня, мне главное, чтобы они вспомнили там, да, допустим. И так далее, да. A shop assistant works in the shop. То есть мы все это ввели, теперь с ними третья презентация, вот такой обобщающий, да. Дальше. Дальше пошел free practice. Сейчас я вам покажу, как выглядит домино, если кто еще не видел его. Вот так выглядит домино, саму, да. Так, где его взять, я думаю, все знают. Если кто не знает, я подскажу. Так, вот. То есть я его, конечно, распечатала, заламинировала, да. Класс у нас большой. Ну, я не думаю, что 8 деток все-таки это большой класс, я считаю. Да, у кого-то есть 38, мне писали. Как же в него сыграть удобно? Вот этот менеджмент тоже очень важен, чтобы игра пошла для спикинга, да. Я каждому раздаю. И они начинают зачитывать, да. A waitress work in a... И они должны продолжить слово кафе. Да. И дальше читают where does a... И должны сами вспомнить, что это postman work. Следующий, у кого postman, тянет ручку и начинает быстро зачитывать и так далее. Я собираю карточки с ответами, я уже собираю. Так. Так, хорошо. И карточки с ответами я сразу собираю таким образом, да. Ну, казалось бы, freer speaking. Ну, я бы даже это назвала не freer speaking пока, а guided speaking, потому что у вас дано половина. Половина надо самому сказать, но половина все-таки дана. Поэтому сказать, что здесь был дожат speaking, я не могу. Что значит для меня дожат speaking? Во-первых, у меня был класс record. Вот, смотрите, я тут себе файлик еще у меня до сих пор как бы лежит. Класс record. То есть я писала, у меня одновременно работают три группы таких. Одновременно. Полчаса я веду здесь, полчаса я веду здесь, полчаса я веду здесь. И за эти полчаса как раз я с ними вот это все повторила, закрепила и сделала рекорд. То есть каждый класс устанавливает свой рекорд. Вот, например, группа Rubin установила рекорд 2 минуты 50. Что это значит? То есть я всем раздала, и они смогли собрать и объяснить, и рассказать все это за 2 минуты 50. Ну, тут очень много карточек, да? Группа Emerald это сделала за 3 минуты 12 секунд. Группа Diamond 3 минуты 4 секунды. Получилось первое, второе, третье слово. Да, можно играть в домино за кругом столом, у меня не позволяет место. У меня маленький класс, у меня буквой P стоят столы, их никак не сдвинуть, не раздвинуть, ничего с ними не сделать. Ну, это тоже достаточно хороший способ, чтобы я просто собирала, как это будет. Что произошло, когда был класс рекорд? А слабые начали помогать друг другу, они начали друг другу подсказывать, выкрикивать слова, вы бы видели, какие они стали активными. То есть первый раз мы сыграли в домино просто, как тренировка. Потом я говорю, а теперь рекорд, устанавливаем свой собственный рекорд. Мы играем еще раз, и результат плохой. 4 минуты, 5 минут. Я говорю, нет, ребята, у того класса был лучший рекорд. Давайте еще раз попробуем. И на второй раз это безумная, бешеная просто появляется активность. Конечно, я потом всем раздала конфеты, потому что это было призовые первое, второе, третье место, но действительно это было здорово. Тем не менее, спикинг не дожат, поэтому я картиночки эти, вот презентация, самая первая, помните, не буду уже сейчас это делать, да? Самая первая презентация, где отдельно идут jobs, и потом вторая презентация, где отдельно идут places, да? То есть я еще раз прошу их теперь каждую фразу эту повторить. Каждый слайд, они мне видят там waitress и говорят, a waitress works in a cafe. Потом я показываю презентацию номер 2, которая places, они видят в кафе и должны вспомнить, что это a waitress works in a cafe. Еще разочек, вы уже должны проследить этот алгоритм, что фраза у вас одна, а прорабатываете вы ее по-разному. Поэтому сначала мы ее проработали с помощью домино, закрепили и автоматизировали с помощью class record, и проверила я ее, и дожала я ее с помощью тех первых презентаций, где ничего нет, никакого support нет. Таким образом, сначала мы ее с помощью teacher повторили, да, то есть изучили, был такой introduction, помните, третья презентация, где дана работа и место, да? A nurse works in a hospital. Здесь был full teacher support, на 100% teacher support. Потом, когда у нас было домино, моего саппорта уже не было, но были слова здесь. То есть это такой 50-50 support, да, а когда они потом уже на презентации самостоятельно все это говорят, вспоминают и делают, да, вот это уже автономный learning, вот это уже вы достаточно дали support, и все у них обязательно должно получиться, и они сами почувствуют, что у них все получится. Так, дальше урок про teenagers, вот это уже уровень B1. Что такое уровень B1? Уровень B1 достаточно высокий уровень, да. На уровне B1 подростки должны уметь спикать по любой картиночке минуту, описывать ее, они должны употреблять много adjectives, и они должны выражать свое собственное мнение. Вот как к этому их вывести? Этот урок, который вы сейчас видите, видно ли вам сейчас мой урок, скажите, картиночку видно сейчас? In fashion написано. Так, prepare, да, prepare for, отлично, да, любовь все знает. Как же вот вывести их к этому speaking, понимаете, как? Вот сейчас я вам дам один пример как бы уроков, да, он действительно способ работает. Вот смотрите, exercise 1, exercise 3, нам дам target vocabulary. Exercise 1, все это они у меня, у меня знают на А2, это все не новые слова, как бы, да, там, то есть это чисто повтор, как бы, так, для них, да. Так, поэтому то, что там написано, меня не устроит как учителя. Мне нужен expanding vocabulary, мне нужно, чтобы они описали мне вот этих вот famous people, которые им даны. Но к этому надо подходить постепенно. Для начала, revise target vocabulary. Я бы не стала это делать тупо словами, да, у меня есть готовые сеты картинок для А2. Я немножечко их добавлю, если я вижу, что чего-то у меня не хватает из этого бокса. И начну с щелка, то есть мы повторим target vocabulary. Дальше, как во время повтора target vocabulary, я от них не отстану, я заставлю их вспомнить структуру А2, made of. И они мне будут говорить, this jumper is made of wool, this necklace is made of gold. Все это, пока мы щелкаем картиночки, повторяем, просто повторяем. Видите, сначала это было просто слово, теперь это такое словосочетание, больше похоже уже на фразу, допустим, да. И потом я их попрошу сказать свое мнение, it's lovely, it's horrible, it's looks nice, это уже вот в B1 пошел, да. Вот, возможно, я их даже попрошу сделать целое предложение с нужным порядком словом, например, it's a lovely red dress, they are horrible leather shoes, допустим, да, то есть все это я могу с ними сделать. Пошел extended, пошел expanded, да. Дальше я их поведу на exercise 2, это будет listening у меня, да. И exercise 3, потому что это уже пошли opposites, это пошли новые adjectives. Casual, smart, loose, wide, да, там, допустим, вот эти все слова, они достаточно новые для них, там, narrow, tight, brand new, second hand. Наши дети, оказывается, не все знают, что такое second hand, не наше поколение. Вот, и потом, поскольку они уже слышали, exercise 2 предполагает собой описание вот этих вот famous people. В exercise 3 мы добавили уже adjectives. Что будет дальше? Как мне вывести их в этот speaking? Я, я, то есть я вам говорю о том, что должен быть teacher support, да, я описываю одно предложение, одну какую-то деталь в этих famous people, а дети должны угадать, кто это. Ну, например, я говорю, she's wearing a gorgeous gold necklace. Дети такие смотрят, 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 где это? А, это И, это Илхана, да, это же, знаете, спортивный костюм и gold necklace, допустим, да. Потом я говорю, she's got leather boots, там, и они говорят, что это F, и так далее, да. Потом детей прошу сделать то же самое, то есть теперь я уже замолкаю, у детей был достаточный support, и теперь дети друг другу это загадывают. Вот так же по кругу у нас идёт, да, либо, тоже мы любим этот момент, он хорошо работает с вялыми группами. То есть сначала я говорю, he looks smart, а потом называю имя того, кто отвечает. И они такие просыпаются, потому что это же сюрприз, они не знают, кого я сейчас как бы назову, да. Он ответил, говорит следующую деталь, там, допустим, she's wearing tights, black tights, и называет там Нина. Ну, и Нина отвечает теперь, да. Но, видите, постепенно мы идём, я не прошу их после того, как они один раз послушали, сразу мне всё это описывать. Это нереально, это невозможно, они растеряются и перестанут верить в себя, перестанут спикать на веки вечные, да. Вот. А потом уже, после всего этого, я попрошу их по очереди выбрать любого одного, который им здесь больше нравится, и сказать о нём 5-6 предложений. Потому что это и будет, в принципе, как бы так, минутка, да. Есть к нему достаточно и вот workbook, да. То есть, видите, вот здесь вот даны номер 4, такие questions, о которых я вам говорила, да. Вот я их оставляю на следующий урок, чтобы вспомнить с ними предыдущую лексику, как бы там, что было на прошлом уроке. Вот нам предлагают странички из workbook. Где же здесь у нас с вами speaking? Номер 1 – это crossword. Номер 2 – это definitions, да. Номер 2 – это definitions. 3 – это диалог. Где же у нас здесь speaking, как вы думаете? Где у нас здесь workbook мы можем вставить speaking? Уже у вас сейчас голова должна работать вот так. Везде. Ну, вот, например, нет, вот здесь я имею в виду на workbook. На workbook у нас нет тут pictures никаких так особых, в принципе, да. Ну, crossword я бы не стала делать speaking, потому что здесь идет концентрация на spelling. А вот упражнение 2 я бы сделала уже speaking. После того, как мы его прорешали, работаем в паре. Один студент закрывает книжечку, а другой ему называет definitions. Допустим, not wide. И тот должен сказать ответ там narrow. И так далее, да. И потом поменялись. То есть вот это отработка в паре – это speaking, и это drilling, и это memorizing. Вот это stage memorizing. Упражнение 3, конечно, мы тоже поспикаем, потому что после того, как мы вставим, мы сделаем role-playing. Здесь отличные выражения. Например, I think mom wants us to be smart actually. I don't care. I'm wearing the clothes, the light, and that's it. То есть такие хорошие фразы, поэтому мы, конечно, его обязательно, этот диалог, спикаем. Он тоже очень хороший, он хорошо выводит в речь. Но я его потом вывожу, то есть парочку пар, которые слабоватые, они делают это с workbook. Все остальные я вывожу им на большой экран, этот диалог, и они по памяти вставляют слова. И пошли, пошли, пошли. Надо задействовать глубокие слои нашего мозга, так сказать, чтобы был critical thinking постоянный, и тогда вам легче будет их вывести. Так, ну что ж, это с подростками, это с подростками, да, диалог, pictures, все вы мне правильно отвечаете. Спасибо. Давайте пойдем на adults, то есть мы потихонечку с вами переходим, так, да, как помочь adults выйти в speaking. Вот смотрите, была у меня группа приняты медиа от уровня, достаточно активные взрослые, и у нас была лексика shops. Ну, такие слова, как butchers, bakers, an estate agent, достаточно сложные, так же, как и chemists, да, stationary shop, hardware shop, то есть что-то они знают, там, music shop, a sports shop, допустим, там, да, travel agents, они могут догадаться. Ну, а так, в принципе, слова достаточно сложные. Какова моя цель этого урока? Вот это вы четко должны тоже себе представлять. Какой именно speaking вы от них хотите в конце этого урока? Я, например, не хочу от них всего лишь, чтобы они умели называть магазины. Это не суть. Суть в том, что они должны уметь объяснить и рассказать, что в каждом магазине можно купить, и куда надо пойти, чтобы купить то-то, 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 то-то. Поэтому мне нужно, это еще разочек, да, то есть это всего лишь target vocabulary, который дан, только target vocabulary. А мне нужно, чтобы они наспикались на этом уроке и смогли объяснить, рассказать, что где можно купить. Поэтому урок я построила следующим образом. Я его планировала дать на 30 минут, но мы разрешились на все 60. Зато поспикались вдоволь, только используя вот эту страничку. Во-первых, у нас был интересный warm-up. Warm-up был следующий, я им сказала, что вы последнее купили, где купили и зачем купили. Ответы были абсолютно разные. Конечно, я начинаю со своего примера. Не забывайте, что teacher support должен быть изначально стопроцентный, и потом потихонечку вы отходите, чтобы они уже спикали в конце у вас абсолютно самостоятельно и без вас. Поэтому всегда teacher provides the module. Я им сказала, I went shopping last weekend, I bought a dress because it was really nice, or it was with a discount, допустим, да? Ну и студенты поехали, их это завело. Ответы были абсолютно неожиданные. Последний шок у меня был в аптеке, потому что я заболел, мне надо было это. Кто-то сказал, я купил бутылку вина, потому что I had a very difficult week. То есть, ну, все, что угодно это может быть, но personalization помог им сразу войти к тему. Дальше у нас здесь дано listen and repeat. Зачем я буду их учить этим словам, если у нас есть прекрасный native speaker, записанный. Это оксфордский учебник, кстати, English for Life. Забыла вам сказать. Да, English for Life. Я недавно перешла тоже на эти учебники, для моих взрослых они очень подходят. Название говорит само за себя, как бы, да, English for Life. Вот. Потом у нас есть native speaker, который все это поспикал. Мы послушали, перевели, и дальше пошел drilling. Поскольку слова сложные, дальше пошел drilling по кругу. То есть каждый студент называет одно слово по кругу. Прошли 3-4 круга, пока не убедилась, что все назвали все слова, и произношение было правильное. А теперь начинается самое интересное. Пошел вопрос. Если они мне скажут, I can buy bread in the bakers, меня, они знают, что I am a monster teacher, это не устроит. Мы здесь вспомним и buns, и круассаны, и печенья, и все-все-все мы здесь вспомним. Хотя бы 5-6 items они мне должны будут назвать. Что не помним, я выписываю на доску, и быстренько мы сразу это запоминаем. То же самое butchers. Meat недостаточно. Надо meat, надо chicken, надо minced meat. Хотя бы вот несколько вещей назвать. То же самое green grosses. Vegetables, fruits и так далее. И пошел вот опять же уже expanding такой. Expanding vocabulary. Не бойтесь давать и нагружать. Допустим, студенты уровня pre-intermediate уже имеют опыт какой-то. Но это все забывается. Почему бы нам не вспомнить food во время шопинга? Почему бы нам не вспомнить там, допустим, tables и другой furniture во время шопинга, когда мы вот эту тему изучаем? То есть старайтесь давать expanding. Начали с отдельных слов и закончили вот такими предложениями хорошими. Дальше у нас был workbook. Workbook у нас представляет собой кроссворд. Кроссворд мы сделали все вместе, потому что я проверяла spelling. Мы закрыли students' book, и мы кроссворд уже делали по памяти. Проверяли spelling. Это тоже своеобразный speaking, правильно? А дальше у нас пошел guided practice такой. У нас пошла стадия memorizing. Стадия memorizing уже обычно. Закрываем кроссворд. Первый студент называет цифры. Тут это магазины, да? Второй отвечает названием магазинов. И потом поменялись. Это стадия memorizing. Как вы видите, была стадия drilling. Теперь у нас стадия memorizing. Без этого они спикать не будут. Пока у них нет достаточных знаний, support, они спикать вас не будут. Дальше. После этого у нас здесь есть очень интересное упражнение. Оно очень простое. Я сейчас вам зачитала. You buy fruited vegetables at... И они должны продолжить. At green grocers, да? Дальше мы это с ними вместе заполнили. Я им дала немножечко времени поработать в парах. Также они друг дружку поспрашивали. Ну и я, конечно, как monster teacher должна это проверить. Всех своих взрослых я подняла, принесла мой волшебный мячик. Как же можно в него не поиграть, в эту пусю-пусю, да? И я им говорила эти предложения. You buy bread and cakes at... И кидала их, да? Ну и они, соответственно, уже... Вот эта стадия production началась. Но production был одним словом каким-то, правильно? Production был каким-то одним словом. Я говорю им начало. You find meat at... И они кидают мне только одно слово. A butcher's. Вот. Но это уже началась, тем не менее, стадия productive speaking. Только началась. Дальше мы сделали с ними, да? Мы все с одного города. Я попросила их подумать над названиями... Мы уже открыли опять students' book, да? Над названиями местных магазинов вот этих. Ну и пошли мы там, например, да? У нас есть мир печати. Вот они так могут сказать мне по-русски. Ничего страшного. Мир печати. И называют имя, кто отвечает там. Нина. Нина такая. A stationary shop. И сразу. What can you buy there? Она вспоминает наш местный магазин, начинает перечислять, что там есть. Теперь Нина задает вопрос, там, допустим, да? Спортмастер. Петя. Петя отвечает. A sports shop. Она ему. What can you buy there? И он начинает перечислять, что есть в нашем местном sports shop, да? Вот это очень важно. Это соотношение того, что мы берем на английском языке, с реальной жизнью. Таким образом, у них получается одна картинка пазла. У них все складывается. То, что мы учим на английском языке, оказалось, что в нашем маленьком городке, о боже, есть все виды магазинов. Это было удивительным открытием для всех, правильно? И заодно мы научились говорить о нашем городе. Понимаете? Потом у нас было тоже очень хороший райтинг здесь. В workbook. К сожалению, у меня просто нет workbook в электронном варианте, поэтому я не смогла вам сделать. Они написали... Вот это вот последняя жирная точка была. Они написали о себе. Здесь буквально маленький очень параграф. Я вам сейчас зачитаю. Они продолжают. And... Because... My favorite shop is... Такой-то. The last time I went there, I bought... Бла-бла-бла. I sometimes go to... Бла-бла-бла. I never go to... Бла-бла-бла. Вот. Это был... Была финальная точка. Они написали о себе. Опять же, мы зачем их учим говорить, особенно взрослых, правильно? Чтобы они научились этим пользоваться в реальной жизни. А сначала они о нашем городе поговорили все, что, где у нас можно купить. Потом они написали о себе любимом информацию. И потом они ее всем зачитали. Группа у меня маленькая, до 8 человек, поэтому я могу себе позволить это сделать. Они зачитали, и оказалось, что мы все ходим в разные места, но любимое место у нас одно – это Shopping Mall Апельсин. То есть мы выяснили еще что-то, что у нас есть общее достаточно, да? Вот. Поэтому вот такой как бы шикарный часовой спикин у нас получился. И на дом им было дано очень интересное задание, поскольку мы уже Workbook сделали, все мы сделали. Я их попросила вот эти вот 16 видов магазинов либо у нас в городе сфотографировать и принести 16 фотографий, да? Либо найти вот наподобие таких вот картиночек и принести на флешечки. Они принесли. И урок Warm Up начался с их картинок. Они их щелкали, другие их называли. То есть это работа Student Students. Вообще учитель уже не работает, вообще уже учительский саппорт не нужен, потому что его было достаточно на предыдущем уроке, на стадии заучивания, да? Вот и все. И часик мы с ними замечательно поработали. Все ушли абсолютно довольные не только уроком, но и тем, что у них получилось. Понимаете, они achievement, они чувствуют achievement. Они в нашем городе нашли все места и так далее. То есть это было действительно вау. Так, увидела комментарии, диалог, pictures, переводите на L1. Иногда, иногда, конечно, нет смысла давать сложнейшую грамматику какую-то, объяснять ее два дня на английском языке, если это можно за 2 секунды объяснить по-русски, да? Так, ну что ж, идем дальше. Сейчас я все позакрываю, что мне не нужно. Еще говоря о взрослых, да? Говоря о взрослых, опирайтесь на их опыт. Не бойтесь опираться на их опыт. Сейчас я вам покажу в качестве любого, любого совершенно как бы warm-up, да, допустим, у вас может быть… Я это брала тоже со своей группой B1. В качестве вот так вот первых уроков мы с ними, чтобы их настроить на какой-то позитив. Вот, допустим, у нас были картиночки про happiness. Это у нас был блог такой, прям недели две. Мы часть урока описывали эти картиночки, но использовали разные структуры. Ну вот, допустим, мы могли построить фразу там happiness is и продолжить, да? To have someone to tell you goodbye, там, или что угодно это может быть, да? Happiness is to have a hot cup of tea when it's cold. Ну, допустим, я так вам говорю, да? Happiness is to see sunshine. Либо потом, через некоторое время мы делали фразу другую. She is happy because, если группа, ну, low level такая, да? She is happy because she wakes up and sees the sunshine, допустим. Вот. She is happy because she can ride a bike and pick up flowers, или все что угодно. Видите, очень качественные, как бы так, картиночки, которые действительно не могут оставить вас равнодушными. И ваших взрослых тоже. То есть, вот в картиночке визуальный материал должен быть прям такой breathtaking, или stunning такой, вот, допустим, да? Так. Откуда картинки из леса везти? Может, даже не знаю, откуда, честное слово. Но поделюсь с удовольствием, кому нужны. Ну вот, видите, то есть, это достаточно, видите, взрослые картинки. Я не показываю им детей. Я показываю им такие вот серьезные, как бы так, материалы, то, о чем можно поговорить, и на взрослую их, как бы так, жизнь ориентироваться, да? Еще недавно мы с ними тоже делали картиночки. Сейчас покажу другие. Мы изучали с ними такие слова, как shocked, exhausted, excited. Вот такие вот слова, как бы так вот изучали. И для этого у нас были... Я вам чуть-чуть покажу, как бы, да? Ну вот, допустим, для начала, как мы спикаем? Вот представьте себе, начало урока, это уже второй урок, допустим, да? Вы дали лексику на первом уроке, второй урок у вас начинается с того, что вы показываете эти картинки, они вспоминают слова там, допустим. Вот, допустим, вы вспомнили, как бы так, все эти слова, да? И дальше для меня этого, опять же, недостаточно. Никакого speaking не получится, если они просто вспомнили мне слово, да? Дальше мы с ними expanding делаем, или expanding делаем, да? Мы описываем she is excited because... И у них всегда тоже много идей, поверьте мне. She won a lottery, she won a million, she is getting married again. Все, что угодно это может быть. То же самое. He is exhausted because he ran a marathon, допустим, да? He is scared because he saw thieves. В общем, это может быть все, что угодно. Начинаем с одного слова и делаем extending или extending к более длинным фразам. Вот такие картиночки. Ну, конечно, визуальный материал должен быть очень-очень качественным. Так, поняли меня, да? То есть, чтобы у нас был speaking, нам нужен постоянный extending. Не идите только по тому, что вам дано target vocabulary в ваших students' book. Это замечательно, но этого недостаточно, чтобы их вывести к speaking. Вы используете дополнительные материалы, картиночки, видео, песенки. Все это должно быть очень-очень качественным. Я бы сказала, breathtaking, stunning это должно быть, да? Такое, чтобы прям было вау и нельзя было промолчать. Так, теперь мы с вами, давайте сделаем вывод такой. Алгоритмы наши повторим, да? Любое, что вы делаете, в конце должно иметь такой final outcome. Должно иметь жирную точку speaking. Либо какого-то вот проекта, да? Ну, например, teaching vocabulary. Сначала у нас были отдельные слова. Потом не забудьте ввести стадию drilling и memorizing тут же на уроке. Потом мы их словосочетание говорили. И потом мы делали expanding такой до предложений. Хороших предложений. Если у вас reading, то чтобы спровоцировать из него speaking, мы можем делать blank out. Мы убираем некоторые слова, которые мы хотим, чтобы они сегодня очень-очень запомнили. В конце можно с этими словами попросить их составить предложение, о себе и рассказать нам. Grammar. Если это grammar, закрывайте слова. Вот, допустим, ребенок проект у меня рисовал, да? По must-must. Закрывайте слова, пусть они грамматические картиночки описывают у вас. Если это listening, вот как у нас было, например, про fashion, да? Listening – это опора такая небольшая именно speaking. Они улавливают какие-то словосочетания, и потом сами, используя target language, не надо, чтобы они слово в слово, как в аудио повторяли, да? Но надо, чтобы они использовали структуры, которые мы изучили, язык, который мы изучили, все это сделали. Не забудьте, когда вы проговариваете что-то, не проговаривайте один раз. Три, четыре, пять. Сколько надо, пока вы не почувствуете, что действительно они говорят уже быстро, уверенно и без ошибок. Используя разные материалы, отрабатываем одну и ту же структуру. Например, предложение, да? Present simple. I cook in the kitchen. Сначала у меня были written words, потом я пошла на картинки. Картинки глаголов, они по ним составляли предложение, потом картинки комнат, они по ним составляли такое же предложение. Дальше. Support. Обязателен в самом начале, чтобы был действительно successful speaking. Вам нужно дать достаточно. Teacher's support. Потом потихонечку вы от него отходите, давая им такой как бы более самостоятельную работу, пока они не станут у вас уже говорить сами. Как это делать, мы с вами уже подробненько разобрались. Давайте им meaningful context, чтобы им было понятно, о чем им говорить. Давайте им более конкретные вопросы, а не tell me about yourself. Давайте более конкретные вопросы, чтобы действительно на них можно было ясно и легко ответить. Так. У меня были вопросы, вернее, для меня были вопросы ВКонтакте, и я обещала на них ответить. Сейчас я их открою, и мы с вами сейчас прям в режиме онлайн быстренько-быстренько по ним пробежимся, потому что на большинство как бы вопросов я уже ответила. Так. Значит, остановлюсь я на вопросе о Present Perfect. Меня просили показать, как в Speaking можно вывести Present Perfect. На самом деле я хочу сразу вам сказать, что если ваши студенты не ошибаются во времена глагола, или они идеально знают у вас грамматику, значит, это уже не студенты, это уже преподаватели. Поэтому идеальным в Speaking никогда грамматика не будет. И это не самая главная грамматика в Speaking. В Speaking самое главное это vocabulary, это lexis, безусловно. Грамматика вспомогательный элемент, который помогает, всему этому придает, конечно же, смысл. Но я обещала дать игру одну. Вот сейчас я вам ее покажу быстренько. Она взята из Longman, книжечка, которая называется Intermediate Grammar Games. Так, видно ли сейчас вам книжечку? Напишите, пожалуйста, видно ли вам книжечку? Так, хорошо. Вот смотрите, ребят. Любую игру, конечно, даже из таких книжечек нужно адаптировать под своих студентов. Поэтому я никогда не беру ее 100%, так как она есть. Вот это поле, которое я распечатываю. А вот эти слова я пишу разные, потому что у меня подростки, и не все как бы им интересно. Вот proposal, допустим, там, abroad, возможно, для них это не очень хорошо, там, допустим, да, но вот такие слова, как cigarettes, good books, я оставляю. Я пишу их на обычных листиках, вот таких вот, то есть не обязательно все это разрезать, я беру интересные слова, cigarettes, snails, films, good books, restaurant on holiday, competition, letters, там и так далее. И смысл в следующем. Мы садимся с ними вокруг стола, здесь я пытаюсь как-то их организовать, и вот они начинают фишечками, да, поскольку у меня группы маленькие, до 8 человек, поэтому мы всегда успеваем все с ними хорошо играть. Рядышком я кладу стопочку вот этих вот слов моих, они кидают по очереди кубик, и, допустим, выбыла на кубике 3. Вот они должны со словом how often, и, допустим, попалось слово cigarette. Они должны составить предложение в present perfect. How often have you smoked cigarettes? И потом называют имя, то есть это опять элемент surprise, да, неожиданно, если там Ольга, Ольга как, упс, I have never smoked cigarettes. Окей? Все, thank you, дальше, и вытягивают дальше. Теперь второй студент кидает кубик, допустим, у него номер 5, да, выпал, там, since your last birthday. Он берет другой, например, snails, там написано. И он придумает вопрос. Have you eaten snails since your last birthday, Вася? Вася, неожидавший вопрос, такой говорит, oh yes, oh no, и так далее, да. То есть такая книжечка, она очень веселая, и игра достаточно хорошо проходит по present perfect. Так, еще у нас был вопрос по интервью, да. Ольга задавала мне вопрос по интервью. Сейчас я попробую его показать. Так, видно ли вам сейчас job interview файл? Такой должен быть файлик у нас job interview называется. Так. Вот здесь у меня вопрос, во-первых. Значит, для какого это уровня? Потому что Ольга написала, что проблема в том, что они не говорят, она хочет с ними провести такой job interview, а они не говорят, хотя потенциал у них есть. У меня вопрос. Для какого это уровня? Потому что, конечно, здесь есть такие слова more scope, obligations, там, что еще показалось мне очень сложного, допустим, references и так далее, да. То есть достаточно очень серьезная как бы так вот лексика, да. Поэтому, конечно, первый вопрос. Какой вообще это уровня и что мы от них хотим? Что бы я сделала, что бы я советовала сделать, если надо вывести в этот speaking? Во-первых, вы уже определитесь, или английский вариант, или русский вариант. Если нужен перевод, то тогда я бы, ну, страничку бы напополам поделила, русский перевод фразы разрезала отдельно и попросила их сделать matching, да, то есть приклеить перевод к английскому этому делу. Это, допустим, один вариант работы с этими диалогами и потом это делать, да. Потом можно левую половиночку закрывать английского и потихонечку переводить, если вам нужен translation. А если же translation не нужен, он как-то вспомогательный у вас идет, тогда я бы вам посоветовала воспользоваться gap-feeling упражнениями. Вы убираете вторую, четвертую, шестую фразу, да, то есть каждую, допустим, четную фразу вырезаете и просите их поставить в нужное место все это. Это очень помогает логически все это выстраивать. Вот, конечно, можно также делать это все презентацией, английский текст и blank. То есть сначала они разыгрывают по ролям весь диалог, и он написан у них полностью. Дальше вы щелкаете, и уже пару слов исчезает из каждой фразы, но они пытаются вспомнить, и вы щелкаете, они говорят. На третий раз исчезает еще больше слов, не два, а шесть слов исчезает, да, и таким образом практикуется очень-очень здоровый, хороший спикинг, да. Вот. Дальше там у меня были вопросы по тому, что, я думаю, мы уже обсудили. Достаточно долго и много, да. Вот, ага, поняла. Так, уровень B1, B2, студенты 18-19 лет. Ну, вот, в принципе, как бы, я думаю, что этого было бы достаточно для того, чтобы вывести их в этот спикинг. Так, теперь бы я хотела уже подойти к завершению, поэтому давайте начнем завершаться с того, что вы подумаете, какие есть вопросы, более конкретные сейчас ко мне, да. И пока вы это все думаете, я вам сейчас скину ссылочку. Так. Один момент. Скидываю вам хорошую ссылочку. Наверное, я ее лучше сделаю в рассылке. Так. Чтобы у меня сейчас ничего не тормозило. Угу. Так. Значит, я вам скидываю ссылочку и попрошу вас оставить отзыв, да. А я вам, всем, кто оставит отзыв, пришлю видеофрагменты тех уроков, о которых я с вами сегодня разговаривала, да. Потому что лучше, конечно, это увидеть воочию. Дальше. Хотела бы еще вам рассказать, вот вопрос идет, да, когда будет следующий вебинар. Следующий вебинар у меня, скорее всего, будет называться «Неделя английского языка на отлично». Вот так вот. Потому что я знаю, что у нас очень много преподавателей, не только частных таких, как я, имеющих свои частные школы, а именно государственные школы. И поэтому я с удовольствием поделюсь программой замечательной о том, как провести неделю английского языка на 5, на отлично, на супер-пупер замечательно, что вся школа будет будеть только об английском языке. Спасибо. И очень скоро, 27 апреля, в Москве будет мероприятие для учителей английского языка. Называется «Я учу детей». Где я тоже буду выступать спикером и буду рассказывать о Generation Z, о своем исследовании. Поэтому, пожалуйста, приходите. В Москве у нас будет возможность встретиться face-to-face, офлайн, совсем другие ощущения, чем онлайн, конечно. Так, вопрос есть. Девочка, 10 лет, хороший запас лексики, грамматики. Говорит очень уверенно, запинается на каждом слове неуверенно. Стараюсь, вывожу все упражнения на спикинг, но пока, увы. Значит, недостаточно знает. Если хороший запас, это не значит, что она... Это значит пассивный запас, понимаете? А в актив оно все должно выйти по чуть-чуть. Старайтесь использовать. 10 лет – это хороший возраст. Здесь все можно вывести. Cartoons, sons, которые она заставит ее говорить. Дальше. О, уже купила for. О, отлично. Уже Екатерина там будет. Спасибо за хорошие отзывы. И напоследок хочу, конечно же, конечно же, хочу вас пригласить в Summer School, которое... Такое мое любимое детище в Финляндии. Это школа для учителей английского языка в Финляндии. Уже было два потока. Этим летом будет третий поток. Пожалуйста, присоединяйтесь. Школа в Финляндии. Это 60 часов professional development. Представляете себе, в июле месяце, да? 30 часов английского языка с носителями, потому что все мы обучаем low-level students. И, конечно, наш собственный язык падает, потому что не хватает практики. Вот там будет возможность подтянуть свой собственный язык с носителями языка. И 30 часов методических от меня. У нас есть три разные программы этим летом. Teaching Young Learners. Есть Teaching Teenagers. Teaching Generation Z. Очень хорошая программа. И Teaching for Cambridge Exams. Информацию об этом... Сейчас я вам покажу, где вы можете посмотреть. Да, зимняя школа, я надеюсь, будет, но не уверена. Не уверена по поводу зимней школы, к сожалению. Так, посмотрите, пожалуйста, где об этом можно посмотреть информацию. У меня в группе есть... Вот Cambridge Teacher называется моя группа. Кто еще? Не знает. Вот здесь есть такой, да? Так, видно ли сейчас мой экран? Видно сейчас группу мою? Видно мой экран? Вот здесь вот видите, как бы, да, что... I want to learn more about that at a summer school. Как раз таки, да? Поэтому, конечно, приходите, пожалуйста, пишите и так далее. И чтобы быть вовремя информированным о мероприятиях наших, вот здесь у нас есть рассылка самого важного, с правой стороны. Конвертик такой, значок, да? Здесь подпишитесь для того, чтобы не пропускать информацию о моих мероприятиях, каких-то очень важных постах и так далее. И я была бы очень вам признательна, если бы вы в личных сообщениях мне еще написали, о чем бы вы хотели послушать. Именно вы даете мне пищу к размышлению, и благодаря вам я знаю, в какую сторону двигаться, и готовлю именно то, что нужно вас. То, что нужно вам. Я уже разговариваю, как мой муж египтянит. То, что нужно вас. Все. Заболталась, заговорилась. Все. Уже надо народ отпускать. Ну что ж, раз вопросов у нас нет, мы будем с вами прощаться. Спасибо за то, что были этот вечер со мной. Надеюсь, что он был продуктивный. Я надеюсь, что вы почувствовали и уловили те тоненькие моменты, о которых я вам пыталась объяснить, почувствовать. Сначала вы должны, как учитель, и потом уже нести всем своим. Ну что ж, понеслись слова благодарности. Спасибо и вам большое за вашу активность, за продуктивность. Работайте. We make a difference. Это абсолютно true. Именно поэтому мы сегодня вместе и пытаемся сделать этот мир еще лучше, благодаря своему добру и всему гуманному, что мы с вами несем. Ну что ж, на этом я заканчиваю. Обязательно будет видео, оно будет тоже разослано каждому из вас. Спасибо. Жду обратную связь. До встречи и приятных выходных. Мужчин поздравьте от меня тоже. Скажите, вот я вчера слушала, вот тебя поздравляла, Ольга. И приятных всем выходных. Ну все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...